Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы вновь вскрываем недельные сундуки. Да, маленько это дело затянулось, всё потому, что только сегодня мы получили 34-е знание. Итак, что я хочу? Я буду вскрывать потихоньку эти сундучки. Вот, сейчас мы поставим лут на фуриспек. Самое главное не забыть его потом поменять при вскрытии недельного сундука. Потому что я думаю, ну, вдруг упадёт легендарочка. Окей, да? Я, конечно, ну, доволен, да? То есть падают ресурсы, осколки. Это дело понятное, как бы неотъемлемое, но что-то хочется и нормального такого полутать. Ладно, ставим на армса. По приколу, может, многие легендарные прокнут. Я не знаю, на самом деле есть дроп. Эпических вещей с этих синих токенов нету. Ну, мне как-то пофигу абсолютно. Итак, ставим лут на защиту. Поставилось? Да, поставилось. Итак, три, два, один. Поехали. Нам падает... Что это? Зачем она упала? Вот этот костёр, он уже не миниатюрный. Из моего заднего отверстия вылетает. Он просто громадный. Окей. 41,5 миллиона сил артефакта и два по 3,3. Это за... Ой, какой мы ключ закрывали максимально на 17-й, что ли? На этой пока что 15-й. Надо будет что-то серьёзненькое закрыть, как вариант, потому что модификаторы особо не напрягают. И почему бы и не закрыть что-то реально высокое. Окей? Окей. Я всё понял. Спасибо. Спасибо. Я понял. Переключаемся на паладина. Так, ну что. Теперь скрываем на паладинчике. Проверяем спек. Защита. Пум-пу-рум, пум-пум-пум-пум. Это что такое. Ну, знаете, как бы статы-то вообще не те, но ради эквипа одеть можно, и там мейн статы, и сила прибавляется. Почему бы и нет? Ну, вот такая неплохая замена. Не самая лучшая, но, знаете, и не самая худшая на самом деле. За 10-й ключик я получаю 20 миллионов сил артефакта при 33-м знании. Идём прокачивать артефакт, и получаем, какой там можно получить, 42-й. Я вообще ничего не делаю на этом паладине, я вам серьёзно говорю. То есть, прочищаю 10-й ключик, когда мне его предлагают. Зрители, вам за это огромное спасибо, что предлагаете свои ключики. Продолжайте это делать. Спасибо вам огромное. Вот, и когда дают какой-нибудь 10-й быстрый и лёгкий инст, обычно это квартал, то я захожу на своего альтернативного персонажа, либо паладина, либо друида. Кстати, я до сих пор ещё на них не сходил, на этой недельке, так что 10-й, 11-й, ну или как вариант, ладно уж, 12-й квартал у кого есть, а я сразу тут схожу на своём паладинчике. Что это за баба вообще? А-а-а-а, ну неплохо, окей, пойдёт в принципе. Итак, переключаемся на друида. Ну что ж, последний персонажик, друид. Проверяем специализацию, страж, всё отлично. Ну-ка, это что? По-моему, это с кого-то нового инста. Наверное, это с... Собора. Потому что, ну, иконка интересная весьма. Окей, сейчас глянем. Батфорты ползучих теней. Пум-прум-пум-пум-пум-пум. Так, Батфорты. Каких там ползучих теней? А-а-а, да? Это падает с Мефестрота. И это падает мне кристаллом в сумку. Вот что я могу сказать об этом. Окей, ладно. Получаем АП-шку, вливаем её. АП-мартефакт свой. Что там уже у меня по артефакту-то на друиде? 43-й сейчас будет. Так, а что там вообще качать надо первое? Первое, вроде бы, качается железный мех. Насколько я правильно помню. Типа, основная способность друида. Или нет? Ну-ка, сейчас чекнем. Так. Так, так, так. Так. Вот, не знаю, выносливость или мех. Чё лучше будет? Наверное, сложно. Обе сильные способности, я так скажу. Короче, сначала прокачаю мех, потом прокачаю выносливость. Возможно, я сделал глупое действие, но друид мой не основной танк, поэтому, знаете, простительно, если что. Вот, и типа я на нём не так часто играю, чтобы эта ошибка была, допустим, фатальна при освоении чего-либо, для чего-либо, при ком-либо, от кого-либо. Ну, вот и всё. Вскрыли мы сундучки. Паладину небольшое улучшение, воину. Ну, это мог быть хороший релик на фуривара, весьма хороший. Я бы сказал, даже бисовый, при текущем раскладе под настой, как раз, на усиление боевого крика. Но, у меня уже есть такой 905-го эквипа. Когда-нибудь мне упадет лут на мейнспек, на воину, но это будет совсем другая история. До скорого, хорошего лута, вам побольше апреля.